Привет, друзья! Вы на канале Монетомания. Это канал о том, как можно заработать на монетах. И сейчас вы видите перед своими глазами две монетки. Это первая монета в серебре, 1 гривна. Конечно же, Национальный банк или Луганский станкостроительный завод не выпускали в те годы серебряных или золотых монет. Сейчас, конечно, уже золотую монету сделали как сувенирную больше. А это 1 гривна 1992 года в серебре. На серебряной заготовке. То есть, каким образом такая монетка могла вообще получиться? Кто-то или пронес заготовку в производственный цех. Там, конечно, уровень защиты был не такой, как сейчас в НБУ. И, собственно, на заказ выполнили такую вот монету оригинальными штемпелями. Либо это сотрудники уже действительно делали для коллекционеров, чтобы заработать на этом деле. Потому что доступ к оборудованию был. Какую-то заготовку пронесли и сделали. В принципе, если есть спрос, понятное дело, что такое будут делать. И, конечно же, спрос может быть. Потому что коллекционеры любят собирать что угодно. Это и обычные монеты, и из оборота, и браки, и какие угодно. Но главное, чтобы вы были счастливы. Поэтому такая монета, я так понял, появилась на свет. Конечно, могут делать сейчас какие-то под них копии, литые монеты. То есть, отливаться могут быть. Могут обычные монеты каким-то образом покрываться серебром. Но здесь мы видим, что заготовка немножко тоньше. Я, кстати, более подробно сделал замеры, взвесил. Показал штангенциркулем размеры этой гривны на основном канале Фартовый коллекционер. Туда можете перейти, посмотреть. Но здесь что-то другое, более такое, расскажу вам, более другую информацию. Это у нас гривен 96-го года, у нее миллионный тираж. Она, конечно же, нередко не интересна. А вот гривен 92-го года очень интересна. Они как и пробные сами по себе интересные, дорогие. От 10 тысяч гривен стоят. Так и вот такие вот в неродном металле могут быть очень интересны для коллекционеров. Особенно кто собирает, например, серебряные подборки. Это действительно прикольно положить к себе. Тут главное, чтобы у вас просто были деньги на ваше хобби, на вашу хотелку. С точки зрения инвестиций в такие монеты, ну вот очень спорный момент. Потому что мы не знаем, какое будет течение дальше развития нумизматики Украины. Пока мы видим только тенденцию, что обиходные монеты дорожают. Потому что их потихоньку убирают из оборота. Их нельзя будет найти в обращении. Даже гривны 95-го, 96-го года резко выросли в какой-то момент, когда люди поняли, что у нас их будут убирать. По дну пока они, конечно, еще в обращении. Вот таких старых образцов что-то можно попробовать поискать. Но это довольно сложно. Вот тут вот вы видите, что немножко крупнее камера я показал, как выглядит эта гривна. Есть какие-то определенные моменты, которые коллекционеры знают. Как отличать монету от литой, например, или от поддельной. Как именно конкретно можно проверить, что штамп четкий. Конечно, такие вещи люди стараются не выносить в YouTube, не рассказывать все моменты. Потому что фальшивомонетчики смотрят YouTube-каналы так же, как и мы с вами. И просто-напросто могут потом улучшать свое производство и делать монеты более качественно. Это никому не нужно. Поэтому я в какие-то моменты не буду рассказывать конкретно про эту монету. Но мы видим, что это оригинальные штемпели. Оригинальные все было чеканино. Это чеканка. И на слете коллекционеров я эту монетку показывал. Но вопрос только статуса, конечно же, этой монеты. То есть ее национальный банк, понятное дело, не чеканил. Ее чеканили на заказ. Хулиганка. Даже пробные монеты, скажем так, делались на латунных заготовках. Здесь можно посмотреть еще на эту гривну в сравнении с другими монетами 95-96 года. Ну что ж, друзья. В любом случае, спасибо, что заглянули, посмотрели на эту монету. Не часто они попадают и в продажи. И не часто их, так скажем так, показывают коллекционеры. Потому что их, собственно, очень ограниченное количество сделано. У кого они есть в коллекции, где их стараются не светить, не показывать. Эта монетка, кстати, будет выставлена на продажу. Или можете мне писать в личку здесь в комментарии. Если кто хочет приобрести к себе и собирает подборку, например, серебряных монет. Или подборку гривен 92-го года. То есть, если у вас есть все гривны 92-го года. И вы хотите еще добавить себе гривну в серебре. Пожалуйста. Это прикольная, может быть, подборочка всех гривен. Пишите мне в Telegram. Пишите мне здесь комментарии. Я все читаю. И спасибо всем, кто заглянул. До встречи в новых видео. Всем пока.